Как сэкономить на покупках на Алиэкспресс и других китайских магазинах? Кэшбэк-сервис Letyshops.ru позволяет экономить 4% при заказах на Алиэкспресс и до 30% в других магазинах. Что такое кэшбэк? Кэшбэк – это возврат части денег, потраченных вами в интернет-магазинах. За активацию аккаунта на сайте Letyshops.ru вы получаете бонусные 200 рублей. Также для удобства пользователей разработано дополнение для браузера Google Chrome или Яндекс.Браузер. Установите его и проверяйте наличие кэшбэка на страницах магазина. Пользуясь Letyshops.ru вы сможете выводить от 500 рублей. А как можно получить двойной кэшбэк с Алиэкспресс и еще в 500 популярных магазинах на протяжении 3 дней, смотрите в описании под видео. Letyshops.ru – быстро, удобно, выгодно. Привет, друзья, всем. Давайте распакуем эту посылку, посмотрим, что здесь внутри. Название перевозчика TNT. Впервые получаю данной почтой. Давайте посмотрим более детально. Вы уже поняли с названия, что здесь лежит. На мой взгляд, должен быть очень интересный смартфон. Опять же, по совокупности. На бумаге, по крайней мере, все очень хорошо написано. Но нельзя никогда доверять то, что написано. Нужно обязательно все проверять, тестировать. Потому что много раз я уже сталкивался, что пишут одно, а по факту совсем другое. Давайте освободим этот пакет. Упаковали, так прям запаяли. Такое, что паяльной лампой запаивали. Так, ну давайте сверху. По месту склеивания скотча. Распакуем. По железу, вы, наверное, уже знаете, друзья, что здесь MTK 6753. 3 гигабайта рам памяти. 32 накопителя гигабайта. Finger, так называемый сканер отпечатка пальцев. В версии 2.0. Я немножко почитал о данном смартфоне. По идее, должно быть круто. Коробка в белом цвете. На тыльной стороне. E-mail адреса. Поддержка всех частот современных. 4G также будет работать. Full HD 5-дюймовый дисплей. Камера у нас 13 мегапикселей. Ну, это интерполяция. Камера основная 13 и 8. Но камера должна быть AMX 214 от Sony. Батарея 2400. Ну, мне нравится, что 3 гигабайта рамы, 32 накопителя. То есть, здесь не нужно уже переживать по поводу... Смотрите. Lago Elite. Смартфон только вышел. Новинка, поэтому здесь какие-то, видимо, приложения. Да, можно или на сайт перейти, или на Facebook. То есть, быть в курсе новостей. Почитаем, конечно же, более детально. Да, я читал спецификацию по данному смартфону. Gorilla Glass, корнем третьего поколения. Это, конечно же, классно. По идее, стекло должно быть каленое. Так, откроем, откроем. Как же тут за хлястик? Да, вот нормально. Можно брать. У нас внутри, получается, в лотке. Видите, влип его не так легко и достать. Ну, видите, да? Не так просто. Но выглядит на что смартфон? Прежде всего, когда видишь его впервые, да? На Xiaomi похож Mi 4, но, конечно, здесь сканер отпечатка пальца. И такой, довольно увесистый смартфон. Здесь у нас инструкция и еще что-то. Давайте глянем внутри, что здесь находится. Ай, порвал. Хотя, аккуратно, не получается. Книжка, да. Две инструкции, видимо, на разных языках. В зеленом цвете, как обычно, производитель делает. И здесь у нас пленка на экран. Судя по всему, пленки у нас две. Так как у нас можно заклеивать и тыльную сторону, и лицевую. То есть, две пленочки. Это круто. Так как стекло, по идее, с обеих сторон. Мне это нравится. Что еще, друзья? В комплекте кабель USB. Кабель у нас обычный вроде бы. Да, обычный кабель. Я не очень люблю вот эти Type-C. Так как нужно будет носить с собой кабель постоянно. Где-то или в дороге, или по делам. Возможно, вам нужна будет подзарядка. А кабеля не будет. Но это мне не очень нравится. Так, что здесь? Какие-то гарантийные обязательства, или еще что-то. Да, скрепочка здесь у нас. Вот, скрепка нам пригодится. И открытие лотка, каким образом он выглядит. И описание. Ну, по крайней мере, что написано, это хорошо. Потому что бывают некоторые индивидуумы, так называемые бренды, в кавычках. Да, Lenovo. Не раз я встречал, что у них описание, как вскрыть, находится на крышке внутри. То есть, нужно сначала открыть крышку, а потом написано, что нужно делать. Конечно, смех и грех. У нас вот и G-кабель, друзья, в комплекте, подарок. Ну, мелочи, конечно, но вот такие вот мелочи действительно приятно. Батарейка. Посмотрим у нас, по идее, вроде бы не съемная, или вроде бы снимается. Не знаю, не буду однозначно утверждать. Смотрите, друзья. Здесь даже наушники в подарок идут. То есть, видите, наушнички, амбушюры сменные, несколько включения микрофона, переключения громкости. Ну, вакуумные. То есть, вот они недорогие, я думаю, скорее всего. Но, как называют сейчас, дешевенькие наушники. Не стоит от них ждать. Будет суперзвучание. Но хорошо, когда вот так вот все уже в комплекте есть. И здесь у нас, судя по всему, друзья, кабелек. Нет, у нас здесь заряд. Пикабель мы смотрели. Маленькая зарядка, скорее всего, на 1 ампер. Да, 1 ампер. Максимальный ток 5 вольт. Так, обратно все это складываем. И самое интересное, теперь смотрим по смартфону. Убираю в сторону, так как это уже не нужно будет. Более детально вернемся к смартфону. Люблю я вот такие вот упаковки, когда в полиэтилене. То есть, вот так вот это все аккуратно. Здесь у нас, судя по всему, с двух сторон уже наклеена пленка. То есть, видите, написано 2. Ого, смотрите, я не могу прям открыть. Или может быть его просто как с карманчика. Вот так вот, да? Ну, давайте я вытащу с кармана. Здесь какая-то надпись еще на тыльной стороне. То есть, еще раз, дублируется то, что у нас по частотам. И мои адреса, и сам смартфон, друзья. Тыльная сторона у нас заклеена, видите. Заполнительная пленочка в белом цвете. Их несколько цветов, вы уже видели. Есть в черном цвете, в белом. И, кажется, еще какое-то под золото. Ну, золото, я не знаю. Для меня это какая-то цыганщина. Перемешку с арабами. Как для блондинок, да? Розовый цвет. Любители вот этих айфонов, когда в розовом цвете. Селфи-блондинки. В белом цвете. Ну, прикольно выглядит смартфон. Вот это, наверное, металл. Потому что я чувствую, вот он холодит. Однозначно не буду утверждать. Но похоже. Вот внешне очень похоже, как я уже говорил, на Mi 4. Вход по центру. Две решетки. У нас, судя по всему, динамик один. Давайте вот только посмотрим, как выглядит. Наверное, одна микро или обе. Возможно, нано. Так сейчас миксуют. Смотрите, какая-то нестандартное решение. То есть, такая толстая. А что же здесь все-таки? Давайте посмотрим, друзья. У нас здесь TFT-карточка написана. TFT. То есть, TFT-карточка. Обычная microSD. А здесь что-то ай и не знаю. Возможно, симка с одной стороны, с другой microSD. Или можно две симки использовать. То есть, гибридный, наверное, принцип, как обычно сейчас многие делают. Да, потому что больше здесь в виде ничего нет, друзья. Всего один слот, один лоток. Хорошо. Заподлицо. Не дребезжит. Для меня это не столь принципиально. Но некоторых раздражает, когда кнопки дребезжат. Здесь хорошо. Ну и в золоте, якобы, матовая обработка. Не такая уж ярко выраженная. Какая-то кнопочка у нас сбоку. Наверное, включение смартфона. Давайте включим, посмотрим. Заряжен ли сам смартфон. Если нет, то придется подзаряжать. Боковая грань имеет отделку. Да, такую фаску блестящую. Ну, оригинально это выглядит. Хотя, очень похоже и на iPhone. Наверное, разряжен у нас смартфон. Потому что здесь у нас... А нет, это какая-то кнопка блокировки. Потому что я не читал изначально, что в паспорте написано. Наверное, вот эта кнопка включения. Да. Хотя, я думал здесь. А что же эта кнопка? Наверное, какая-то по быстрому доступу. Тоже неплохо. Вот так вот. Вот такое вот решение. Да. Она тоже переливается. Слегка видно играет. Логотип компании Elite 1. Есть просто Liago. Но это Elite 1. Это более новая модель. Она только-только вышла на рынок внешний. Пленка наклеена на тыльной стороне. Видите. Я не снимал. Только снял транспортировочную. Ну, прикольно выглядит. И неплохой дисплей. Давайте посмотрим, что по языкам у нас. Первое включение, так называемое, из завода. Потому что бывает, иногда любят таможенники, особенно заглядывать в посылки. Мне напоминают они цыганы иногда, которые лезут в сумки, в карманы людям. Поиск сетей. Ну, да ладно. Сети мы пропустим. Окей. Далее настрою более детально уже. Пропускаем, пропускаем. Окей. Служба геоданных. Вниз. Помогать Google я не буду. Так как здесь у нас стоковый Android. Версии, скорее всего, 5.1 Finger ID. То есть, здесь сканер отпечатка пальца сразу можно настроить. Но здесь версия именно сканера 2.0. Это хорошо чем? То есть, более чувствительный данный сканер. И под любым углом, то есть, под углом 360 градусов можно прикладывать палец. Это тоже мне нравится. Описание, то есть, о смартфоне. Видите, вот такая вот своего рода инструкция. Да, это хорошая прошивка. Необычно для меня, как для обзорщика видеть, да, что именно поддерживает частоты. Какой дисплей у нас. Просто вот так вот, да, вступление. Ну, круто. Действительно. Ну, давайте посмотрим, друзья. Что у нас по смартфону. 5-дюймовая диагональ для меня тоже вот важна. Так как сейчас все 5.5. А вот хорошего 5-дюймового, даже 4.7 даже хотелось бы смартфона, не так уж хорошо найти. Не так уж легко найти. Так как хороших смартфонов не так уж много, опять же. Давайте, друзья, посмотрим, что у нас по запасу яркости. Максимальный запас яркости достаточно. Где-то наполовину. GPS. Что такое Hall Open? Не знаю. Нужно будет смотреть, разбираться. Какая-то новая технология. Hot Knot есть. Передача данных, аналог NFC. Вращение вертикальное. Все стандартно. Вот фонарик есть. Опять же, у нас, друзья, двойная вспышка. Вспышка не очень яркая, но достаточно. То есть, средняя вспышка у нас. Посмотрим. Не обратил внимания, какая вспышка. Написано было, что двухтоновая. Вот не видно. Честно смотрю, софтбокс бликует. Ну, тоже обрамление камеры. Камеру, напомню, у нас 13 мегапикселей от Sony с интерполяцией до 16. Проверим, как снимки будут на данной камере выглядеть. Так, друзья. Фингер настроен, сканер отпечатка пальца. Судя по всему, здесь стоковый голый Android. Так, как здесь я вижу все приложения. Помимо еще что-то установлено дополнительно. Так называемых вспомогательных программ. Есть Play Market. Настройки Google. Ну, такая быстрая работа. Просто шустрая. Мне нравится такая работа. Именно очень быстрая. Вот этот плеер. Изначально тоже многие его меняют. Это все не сложно делается на самом деле. То есть, здесь можно музыку ставить. Тоже удобно. Вот смотрите. Возможно, даже что-то послушать. Но здесь не громко. Хотелось бы послушать. Здесь Майкл Джексон. У нас, друзья, динамик 1 с левой стороны находится. Ну, посмотрим более детально. Интересно, что эта кнопка еще выполняет у нас. Она у нас механическая. Помимо нажатия, она еще срабатывает назад. Такое легкое нажатие. Ну, вот чем-то похожее на Минзо. Я еще тогда решил, что мне не нравилось. А что громко работает. В принципе, примерно так же. Ни громче, ни тише. Ну, как и iPhone, в принципе. Есть у нас здесь какая-то кнопка. Судя по всему. Да? Давайте удержим. Посмотрим. Не видно ничего. Но вибрация есть. И здесь. Здесь у нас меню, судя по всему, и назад. Обои. Установка. Можно галереи. Живые обои посмотреть. Ну, давайте из обоев посмотрим, что у нас тут предустановлено. Такие вот цвета. То есть, яркого ничего нет. Ну, давайте вот выберем вот эту вот медузу. То есть, здесь у нас меню. Вибрация дорогая, как сейчас иногда говорят многие. Вот именно она не такая, что дешевая. Прямо же дребезжит, как у PlayStation джойстика. А именно такая мягкая, но отзывчивая. Установка остальных настроек. Установка системы. Новая папка управления экраном. Не знаю. Edit Mode. Что-то можно, наверное, менять. Виджеты. Но это, друзья, более детально я с вами поделюсь в обзоре. Но работа быстрая. Мне это нравится. Давайте еще посмотрим по настройкам, что здесь у нас. Wi-Fi, Bluetooth, экран. Звуки уведомления. По экрану. Все стандартно. Да, здесь голый Android, в принципе. Нового ничего не стоит ждать. Давайте послушаем, как звучит еще динамик внешний. Рингтонов, наверное, немного. Звук клавиш, рингтоны. Послушаем. Звучание среднее. В принципе, не громкое, не тихо. Достаточно. Звуки клавиш, вибрация. Это я все не люблю. Блокировка экрана, виброотклик. Не видно мне кнопок. По крайней мере, возможно, из-за света. Но есть, конечно, они, эти кнопки. Но, возможно, так и задумано, чтобы их не выражать явно. Да, просто здесь сделать кнопку Home. И сканер отпечатка пальца. По принципу, да. Интересно, у него что-то можно еще назначить попутно. Но нравится пока что. Звуки уведомления. Smart. Видите, быстрый доступ. То есть, можно запустить камеру. Можно поменять приложение на свое усмотрение. Ну, давайте вот включим. Окей. Видите, все можно. Много чего запустить. И FM-радио, и музыку, камеру. Вернемся назад. LED-индикация. Тоже для меня важна. Пропущенные звонки, уведомления. Это удобно, действительно, в наше время. Не так это все дорого. Но, вот, хотелось бы, чтобы это было. Да, не всегда мы можем услышать все, что происходит. Antivortex. Antivortex. Smart. То же самое по принципу, да. Можно бесконтактно перелистывать. Skip. Галерея, лаунчер, музыка. Возможно, кому-то это пригодится, да. Такие вот перелистывания рабочего стола. Двойной таб, скорее всего, да, присутствует. У нас разблокировка. То есть, смс-ки, звонки, камера. И вот таким вот образом. Не помню, как я на камеру настраивал. Но вот интересно попробовать. Ладно, посмотрим. Я думаю, все это работает. Теперь проверим, что-нибудь, как снимает, да. Вот давайте нож канцелярский, который не очень чистый, не очень... Ну, хорошо фокусируется вот на мелочах. Для меня важно, чтобы мелочи правильно передавало. Потому что я не люблю, когда сблизи фотографируешь, да. И размазняк какая-то получается. Что, друзья, по настройкам? То есть, две кнопки. Удобно включить видео сразу же, да. Вот нажали, да, и видео сразу включилось. То есть, нужно тапать будет, чтобы сфокусироваться. Ну, и на моих друзьях неплохо. Макросъемку проверить можно. У нас четырехкратный зум, судя по всему. Да, смотрите. И нормально. В принципе, все в деталях. Нет такой явной размазни. При том, что написано, что интерполяция практически сблизи, да, вот макро. Как по мне, неплохо. И видео послушаем. Да, и видео сразу включилось. То есть, нужно тапать. Ну, вот расстояние вот такое было. Ну, и на моих друзьях неплохо. Громкость максимально. Макросъемку проверить можно. У нас четырехкратный зум, судя по всему. Да, смотрите. И нормально. В принципе, все в деталях. Нет такой явной размазни. При том, что написано, что интерполяция. И качество микрофона. Как я обычно разговариваю, где-то сантиметра. Пока что нормально. Все нравится. Не скажу, что я в восторге, да. Но смартфон не отпугивает. Выглядит дорого. Смартфон в белом цвете. Как я уже говорил, несколько цветов. Есть видео. Снимает неплохо. Будем смотреть, как по остальным характеристикам. Ну, работает смартфон, как и должен работать. То есть, не нужно его уже прошивать. Видите, все быстро, шустро. Все на рабочем столе находится. Статус бар также под рукой. Какие-то дополнительные еще приложения предустановил производитель. Да, дополнительный экран. По зажатию у нас можно менять. Здесь дополнительные виджеты. Все более детально, друзья, расскажу и покажу в обзоре о данном смартфоне. Ну, пока что неплохо. Даже очень неплохо. При том, что вид, по крайней мере, премиальный у смартфона. Не выглядит он дешевым. И 5-дюймовых не так уж и много смартфонов. Согласитесь, в наше время достойных смартфонов 5-дюймовых. Здесь, конечно же, молодцы. Быстрый виджет. То есть, камеру можно запустить, кому нравится. Ну, и здесь. То есть, вот видите, 5-дюймовых смартфонов не так уж и много. При том, что у меня тоже вот смартфон довольно-таки неплохой. Мне понравился. На этом все, друзья. Более детально расскажу в обзоре по данному смартфону. Покажу, как обычно, в деталях. Кому понравилось, отметьте видео лайком. Всем позитива, мира. До новых встреч. Пока.